всем привет мои хорошие обычный день прекрасный сегодня у нас понедельник но это не мешает нам выехать на природу на природу нет конечно не на природу но сейчас мы у озера заехали остановились перекусить потому что мы выехали из дому не позавтракавши озеро я вам поснимаю обязательно куда мы направляемся я говорила не раз что у моего мужа в сторону бодрума городе миляс началась стройка и у него там дела он решил нас взять с собой так как мы в этой стране ни разу не были и вот по дороге мы остановились чтобы перекусить сейчас я вам поснимаем красивые места знать очень много зелени по дороге вообще было очень много зелени и очень много лесополос таких кстати идите себя вели хорошо в дороге сейчас поснимаю начинаю съемку заведение прям у озера я его с вам выкладывала знаете когда было по моему дагестане мне муж присылал отсюда называется заведение ресторан называется черри черри или черри не знаю как мне муж снимал и отсюда ролики присылал я естественно выложил их для вас сейчас посмотрим оцените понравится ли вам так же как мне мне уже нравится знаете тем что здесь много зелени для меня это это уже половина дела туристы а здесь я по дороге останавливаются туристы заведение такое интересное здесь везде старые вещи вот как бы разбросаны но они почему-то наоборот украшают внутри вот они мои вот они мои здесь дует поэтому надели на них курточки джинсовые я хрошка ты что делаешь снять пытались это не нельзя снимать нельзя ушки нельзя простужать там я сейчас поснимаю вам уточек здесь им рыбу заказали себе завтрак я покрою я хочу позавтракать вот они уточки я хочу позавляю вам не знаю я хочу позавляю вам хлеб давали им? кому? с утком не давали мы еще они же голодные нахи дай вааа ваааа ваааа как ты сует они смотри ясланд да ясланд на ки на на кидай кидай вон там смотритEsкосяк кует кидай кидай бросай солнышко Хлеб можно заказать, как хочешь. Голодная пылучи. Оттуда тоже плывет. Главное, телефон свой не уронить. Да, да. Тогда я начну вторым пользоваться. Да. Может, тогда начнешь для красоты визитам. Кто урвал, короче. Ну да. Все опоздали. Благодать. Очень красивое место. Забыл. А, забыл. А, сон Баффа? Баффа. 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 Озеро Баффа. Ага. Косяку пыл на ту сторону. Благодать. Сейчас я еще покормлю их. Ну, вот такой вот завтрак. Здесь, в принципе, классический завтрак. Ничего такого сверхъестественного нет. Ну, вот. Ну, я уже сколько раз снимала вам завтраки. Поэтому, наверное, я так не буду особо акцентировать внимание. Но панорама, конечно, прелесть. В итоге, знаете, мы поселились в номер. Дети, конечно, не уснули в номере ни один, ни второй. Кушать тоже они там отказались. Выехали. Выехали в город. В поселок. Городом это сложно назвать. Уснули в машине сразу. Оба. Сейчас мы по берегу моря гуляем, как вы видите. Очень тихо. Особо народу нет. Сезон почти закончился. Но туристы все еще есть. Есть англичане, есть немцы. Русских я пока еще... Ну, русскую речь я, по крайней мере, еще не слышала. Ну, такая тишина. Благодать. Поселочек такой небольшой. Кстати, мы не в самом Милиасе в городе. Вот она немножко... Немножко ночная панорама. Видите, да, насколько все так тихо, спокойно. Очень пахнет морем. Наш папа с детьми. Ну, как я понимаю, центральная улица, точнее, самая главная достопримечательность этого поселка, это и есть вот эта вот набережная. Обычно так и бывает. И с этой стороны кафе, ресторан. Поближе к воде подойду, шум воды вам сниму. А вот и я. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Какая благодать. какая прелесть ну сюда конечно надо днем но днем у нас не было возможности завтра днем мы поедем в Бодрум иншалам и я в Бодруме немножко поснимаю вам ну и для себя тоже так мы пошли дальше смотрите да вот говорю все для людей и скамеечки и столики чтобы можно было посидеть и что-нибудь наверное попить смотрите да мне понравилась набережная тем что аккуратно чисто нет такого вот здесь сделано а вот этот кусочек например не доделаны все доделано все аккуратно всем привет мои хорошие прошла ночь у нас в Мелясо в отеле потом расскажу какая это была ночь сейчас мы находимся в поселке гюверджинлик 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 насколько я знаю это голубь туристическое место здесь много пансионов гостиниц таких небольших и вон напротив это тоже гостиницы видите посреди леса мы остановились чтобы поснимать очень красивые виды здесь осла вода прям бирюзовая бирюзовая вот и сам бодрум красота все дома из белого цвета фишка этого города так сошли мы наконец-то в бодруме и вот я хотела вам немножко поснимать вообще это не город это поселок городского типа он небольшой бодрум миляс эти все города городки поселки точнее относятся к самому городу мула это как урла чешме фоча относятся к измиру считается что это измер а вот это вот бодрум миляс вот где мы вчера становились это считается мула такс мы мы потихоньку дошли до набережной а по ценам спросили сколько стоит бутылочка воды 3 евро которая стоит у нас в измере даже ли местами она лира местами 75 кружну лира будем говорить от 3 евро это где-то 17 наверно лир стать 1 к 17 это вот по ценам я уже привыкла что все смотрят на них администрации так написано не знаю здесь очень много яхт но в принципе на видео вы видели который снимала зулечка или я не могла снять и меня сынули спал на мне уснул мамин финок сейчас тоже он спит в коляске здесь теплее конечно же теплее чем милясы даже где мы были хотя ехать буквально полчаса всего лишь полчаса разница так сейчас я закончу время на съемку там стригу траву красота и сифы на солнце светит ярко-ярко мы сделали так получилось что обе в красных футболках у нас очень часто бывает совпадение то что и она взяла красную футболку собой и я это выяснилось когда мы уже приехали в миляс ну здесь все яхты 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 у рыбы пахнет я бегом убежал от того места где воняло рыбы прямом прямом смысле воняло для меня это вонь с той стороны кафешки мы еще не завтракали но мы с дуле детей конечно накормили как и без этого красота вода чуть-чуть попрохладнее так очень жарко зефрашка капризничает у нас сегодня ну впрочем как всегда зефрасываем репертуаре ну в принципе все достопримечательности вот эта набережная все и вот сувениры здесь продают знаете меня уже особо ничем не удивишь по моему и с этой стороны кафешки заведения он такие таких прям заведений где хотелось бы сесть тоже и не вижу все то же самое как и во всех городках пенсии ракушки всякие на шею закинула наоборот по моему чтобы утонула банкомат а Травой очень пахнет, потому что стригут там поблизости траву. Очень-очень вкусно пахнет в воздухе. Одна фишка все-таки есть, и я забыла упомянуть. Все дома окрашены в белый цвет. Нет-нет, конечно, есть такие бежевого цвета, но их очень-очень мало. В основном все окрашено в белый цвет. И когда заезжаете в сам город, это очень красиво смотрится. Ух ты, какая люстра огроменная. Что это, интересно, клуб. Это клуб. Наверное, ночью очень красиво. Спасибо. Я представляю, когда оно ночью светится. Продолжение следует...